Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощу. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Начинаем очередную серию нашего рок-путешествия по московским рокерским улицам. Я стою в Старопанском переулке, сзади меня дом номер один. И вот тут, за вот этой ширмой, строение 5, где-то тут, я тут ни разу не был, здесь находилась московская рок-лаборатория. Конечно же, это, наверное, главная серия, будем рассказывать про московскую рок-лабораторию. Чем она известна? Она была открыта аж на целых 4 года позже, чем ленинградский рок-клуб. Тот открылся в 1981 году, а московская рок-лаборатория была открыта в 1985 году, когда уже Горбачев пришел к власти, когда уже вольница началась какая-то. И в Москве рокеры очень жаловались, что питерцам уже создали рок-клуб, а тут ничего нет. Поэтому горком партии московской решил создать рок-лабораторию при управлении культуры Моссовета в едином каком-то там методическом центре. Вот здесь это было. Ну, точно так же, как и в Питере, все это проходило под руководством Комитета государственной безопасности, чтобы идеологически вредных рокеров собрать в одну кучу и контролировать их настроение. Но в этом было большое благо для рокеров. Почему? Да потому что они не могли официально выступать и зарабатывать деньги. Перебивались какими-то подпольными концертами, квартирниками. А здесь появилась возможность выступать официально. Потому что рокеры считались просто любителями. Были профессиональные музыканты при филармониях и уже были профессиональные даже рок-музыканты, такие как Машина Времени, Автограф, которые уже тоже при филармониях они выступали. А вот эта вот огромная масса музыкантов, рокер-любителей, они были не при делах. Поэтому это была большая польза. И рок-клуб начал функционировать. Здесь уже стали включаться какие группы самые известные? Ну конечно звуки му Петра Мамонова, раз. И Артемий Троинский присутствовал тоже в звуках му, тоже был здесь. Это Ногу Свело, это Бригада Эс, это группа Центр, это группа Браво. Ну и еще конечно масса других групп, которые здесь присутствуют. Когда Московская рок-лаборатория зафункционировала, у питерских рок-музыкантов возникла некая ревность. Тоже они были самые главные. А тут возникла рок-лаборатория. Виктор Цой говорил, что там делают герои рок-музыку в Питере, а здесь шуты. Я думаю, одной из причин, наверное, являлось то, что одной из главных групп, которые первыми были здесь, это была группа Звук ему. А Петр Мамонов это все-таки актер, и он на сцене, если кто не знает, он ведет себя очень эксцентрично и кривляется по-всякому. Как шут реально, как шут гороховый. Но это очень прикольно, очень оригинально. Поэтому, может быть, Цой это имел в виду, что шуты и делают музыку. Но на самом деле Звук ему очень достаточно приличная группа. Да, она стебная, но это приличная группа. Но питерцы еще и другое название придумали. Рок-лаборатория. Они оскорбительно называли ее рок-блеватория. Что, мол, плохие тут рок-музыканты. Ну, вот такая ревность была. Это был положительный шаг в любом случае для развития рок-музыки. Музыканты начали зарабатывать, начали делать официальные концерты. Но, как и в любом деле, возникает конкуренция. И не просто так питерцы ревновали. Потому что это появились конкуренты. И это послужило развитие рок-музыки. И послужило развалу этой рок-лаборатории. Почему? Потому что у них начались конкурентные терки. Как и в любом бизнесе. Это все-таки бизнес. Хоть и шоу, но бизнес. Музыка. Не надо ее возносить на пьедестал. Это такое же деловое занятие, как и любое другое. Ну, более творческое, может быть. Поэтому, даже самые главные представители рок-лаборатории написали письмо, жалобное в горком партии. Подписался Артем Троицкий, Шумов там, Лепницкий. Они написали, что им мешают. С одной стороны, профессиональные музыканты, которые из филармонии не дают им выступать, не зарабатывают деньги. А с другой стороны, им мешают подпольщики, которые не входят в рок-лабораторию. Вот такая вот конкурентная борьба. И, завершая рассказ о рок-лаборатории, хочу сказать, что все-таки они сделали одно важное дело. Они создали фестиваль «Надежда», который проводился с 1987 года в ДК имени Горбунова, в филарм. Где они отбирали музыкантов для рок-лаборатории. И включали потом в рок-лабораторию тех, кто более-менее приличный. Фестиваль «Надежда» сделал этот ДК Горбунова знаменитым. Сделал его знаменитой горбушкой. Поэтому следующая серия наших рок-лабораторий сессии будет посвящена ДК имени Горбунова, а именно знаменитой горбушке. На сегодня все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова